Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гости сегодняшнего Разворота, депутат Сейма от Союза Зелёных и Крестьян, бывший министр финансов Латвии Дана Рейзнец-Озова. Здравствуйте. Добрый день. Да, хочу напомнить, телефоны прямого эфира, кстати, вижу, что нам уже звонят, может быть, человек уже услышал анонс в выпуске новостей, кто к нам пришёл. Чуть попозже начнём принимать звонки, вы можете звонить по телефону 672-12-939-672-13-939 или писать нам в WhatsApp по номеру 230-6191. Так, госпожа Рейзнец-Озова, начнём мы, наверное, с Венспелса, это самая такая громкая новость уходящего года, так получилось в декабре, мы всё узнали, что США ввело санкции в отношении ряда людей во всей Европе, в том числе в отношении мэра Венспелса Айвара Лэмбергса и в отношении некоторых венспелских структур, что, в принципе, взволновало Латвию и руководство. Позднее со структуры эти санкции были сняты. Но вот с господином Лэмбергсом всё как бы остаётся и перекинулось 2020 год, и вы как бы в этой всей истории играете не последнюю роль, потому что вы, если так можно выразиться, такого шороха немножко навели, выступив довольно критично о вопросе сотрудничества партии СЗК с Лэмбергсом, вы как бы так категорично это прокомментировали, высказав мнение, что партия должна прекратить это сотрудничество. Но вот по прошествии месяца с лишним по-прежнему придерживаете этой позиции? Ну, конечно, ничего же резко не изменилось. Санкции в силе, и это мешает такой хорошей ситуации в общем в латвийской политике. Зелёные христианы – это политические силы, которые представляют интересы регионального развития. Особенно в такой ситуации, когда министр Пуца внедряет новую реформу о нефтерзивной территории, очень важно, чтобы была сильная позиция, ну, или оппозиция в этом проекте для того, чтобы министр брал и в учёт интересы жителей регионов. Но так как мы на данный момент остались в оппозиции, мне кажется, очень плохо и дополнительный тот факт, что мы остались и в общем, в политической изоляции из-за того, что один из наших лидеров, бывших лидеров, включён в список санкционных лиц. Это позволяет коалиции просто без всяких аргументов не прислушиваться к нашими предложениями, к нашими инициативами, и мы не в силе защищать интересы наших избирателей. Но вы, так получается, опять же, как мы можем судить из публичного пространства, что вы эту борьбу внутри партии как будто бы в одиночку ведёте, там как-то непонятна эта позиция. Вы сами призывали СЗК выработать единую позицию по вопросу Ленбергса, затем господин Крауза так выступил, сказал, что мы не будем пока что в частном порядке комментировать эту позицию, ну этот вопрос. Вот что там происходит у вас? Это не правда, что я борьбу веду или процесс веду в одиночку, я просто озвучила мнение того, что я слышу со стороны очень многих наших членов партии. На данный момент мы приняли решение в Совете, что не будем комментировать дальнейший процесс, пока не принято официальное решение, и мы продолжаем внутренние консультации со своими членами партии. Что и правильно, потому что это такой большой стратегический вопрос и мнение не только некоторых членов Совета, но и всех членов партии должно иметься в виду. То есть как такового раскола в партии нет, нельзя сказать? Нет, это нормальный, мне кажется, демократический процесс, что есть разные мнения, и поэтому и дискуссии проводятся для того, чтобы принять общее решение. Обычно раскол случается в партии тогда, если мы о проблемах не разговариваем, если мы позволяем им как-то расти без дискуссии. Но в этом случае то, что мы озвучиваем разные мнения, это не означает, что в партии раскол. В том числе, просто там звучали достаточно, опять же, учитывая, что речь идет о представителях одной и той же партии, то есть коллегах, господин Крауза говорил, что возможно, вот госпожа Резнец Озула, может быть, не так оценила ценности нашей партии. Вы же, наверное, помните все эти заявления. Конечно, но я придерживаюсь к своему мнению, ничего не изменилось, и, как я уже говорю, мы работаем с членами партии. А что касается господина Лембергса, и вы настаиваете на том, что партия должна прекратить с ним сотрудничество, если партия прекратит с ним сотрудничество, чего вы добьетесь, то есть, грубо говоря, почему это должно случиться, что вы выиграете? Мы снимем аргумент партиевой коалиции, который на данный момент не прислушивается к мнению нашей политической силы, просто пользуясь аргументом, ну, что вы хотите, хотите вот олигархов правительства. Если этого аргумента не будет, я считаю, что и качество общей политической ситуации в стране улучшится. Они будут должны давать аргументы, потому что очень важный фактор, который позволяет нас держать в изоляции, будет снят. Очень многие просто отмечают, что чисто формальное прекращение сотрудничества с Лембергсом, оно не снизит его влияние таковое. Все-таки человек может сохранить рычаги власти, не находясь именно, например, во главе партии, условно говоря. Теоретически это правда, но то, что мы видим, я уже более чем год являюсь членом христиан, то есть, объединение христианов, и я вижу, что мы работаем так же, как и в правительстве Марса Кучинского. Мы работали независимо, то есть, в интересах страны, то есть, не консультируясь с индивидуальными политиками, не работая на каких-то узких группах интересов, но так же и продолжаем сейчас в оппозиции со стороны партии. То есть, ну, если и было важное влияние раньше, то ситуация очень резко изменилась. Что и хорошо. После чего? После санкций? Не, не после санкций. Это какой-то натуральный процесс. Ну, наверное, и связан с тем, что уже несколько лет кандидат на премьер-министр, это Марс Кучинский, не господин Лембергс. И это, конечно, и как-то изменяет центр власти. А чем, опять же, если в двух словах, вот плохо, в принципе, фигура Лембергса, чем она наносит ущерб для политики, например, политического поля? Почему вы считаете, что должен все-таки он отойти? В чем вот? То, что внедрены такие санкции по отношению отдельного политика, это, конечно, должно смотреться как очень важный политический жест. Что означает, что и практически, и в других партиях, которые находятся на данный момент в коалиции, ну, очень ограничены возможности сотрудничать с политической силой зеленых христиан. А есть мнение, опять же, не секрет, они высказываются и политологами, что санкции тоже выглядят достаточно подозрительно во многом. И некоторые даже так говорят о том, что похоже на то, что вот США какой-то сигнал дают. И в Латвии очень быстро торопятся его выполнить, не особо разбираясь, в чем причина, вот просто как бы веря на слово, что называется. Вот как вам кажется в этом смысле? Ну, я думаю, что если мы имеем в виду, что уже наш геополитический выбор был сделан давно, то есть или Восток, или Запад, мы сделали выбор двигаться в сторону Запада и быть частью нею, мы должны считаться с тем, что, конечно, и влияние США в нашей стране и есть, и будет сильное. Но посмотрим и практически, это не решение правительства, а решение финансового сектора внедрять конкретные уже мероприятия после внедрения санкций. То есть сложности пользоваться контами и финансовым сектором, это пока доллар будет сильной валютой, пока наш финансовый сектор хочет им пользоваться, конечно, и будут проблемы практического вида и влияние негативное на латвийскую экономику. Нам просто очень повезло, что и США очень быстро среагировала и сняла с списка санкций порт Венспольский. Просто все это выглядело, преподносилось в рамках вот так называемого списка Магнитского, да, у многих тоже возникли вопросы, почему список Магнитского, Лембрекс, то есть как это все связано. И сам Лембрекс, ну мы не можем игнорировать его мнение, при том, что он часто так очень эмоционально говорит, но он тоже ссылается на очень такие политические моменты, что это вот господин Борденс, министр юстиции, как-то с этим связан, чуть ли не он лично американскую сторону как-то там подговаривал так поступить. Вот вы разбирались в этих нюансах, список Магнитского и прочее? Я бы не дала такой большой мандат или такое большое уважение Борденсу, придавая ему возможность определить список санкций, введенной в США. Это, скорее всего, не основной и не единственная причина. Но более детально я, конечно, не могу комментировать, в этом случае уже, не знаю, может быть, и министр внешних дел может прокомментировать. Но то, что санкции введены, это уже значит, что борьба, в принципе, уже проиграна. Проиграна кем? Вымитил Лембрексом? Да, конечно. Как вы относитесь к тому, что вас часто и нередко ассоциируют с господином Лембрексом, называют его чуть ли не фавориткой, так часто говорили преемникам. И, собственно, сам господин Лембрекс после всей этой истории намекнул и напомнил, из какой партии вы изначально происходите, скажем так, из партии Латвии и Венсполса. Как к этой ситуации относитесь? Сейчас вы, получается, такое делаете, знаете, как в кино такой переворот. Я думаю, что это всем известно, которые следуют политике Латвии, что я пришла в политику с Венсполса и со списка зеленых христиан, будучи членом Венсполской партии. Но то, что тоже видно тех, которые следили моей работе, что я всегда принимала решения независимые и как можно старалась и работать в интересах государства. Я, конечно, в этой ситуации, я бы сказала, озвучить то, что члены нашей партии, ну, часть членов нашей партии думают громко. Мне, может быть, даже сложнее, знаю мою историю, но я считаю, что во имя будущего зеленых христиан, особенно объединения христиан, это должно было быть сделано. И мои частные интересы или частная ситуация намного ниже важна, чем общие интересы и партии. И я считаю общего благосостояния политической ситуации в Латвии. Но, проще говоря, вы бы хотели эту репутацию как-то все-таки изменить, именно свою, я имею в виду, личную как политика, как человека, который является, опять же, не хочется разной слова говорить, не ставленником, но так или иначе человеком, который ассоциируется с господином Эмбрексом. Что значит изменить? То есть истории не изменишь, но я думаю, что никто не... То есть те, которые со мной работали, никто не сомневается в том, что я никогда не работала в интересах или одной персоны, или одного города, или одной узкой партии. Окей, этот вопрос санкций преподносится так, что таким образом оказывается давление на господина Эмбрекса, и это как бы снизит его влияние. Но, тем не менее, если говорить в контексте всего государства, насколько эти санкции все-таки сняты, сняты, но, тем не менее, до этого примененные по отношению к структурам, к порту и прочему, насколько они наносят ущерб в стране на уровне имиджа, на уровне экономики, политики и прочего? Но если были отдельно только одни санкции, конечно, мы бы могли говорить, что ущерб не такой уж большой, но то, что мы должны иметь в виду, что мы должны рассматривать эти санкции в общих рамках тех происхождений, которые мы видели в Латвии в течение последнего года, например, финансового сектора. То есть, если имя на международной сцене Латвии показывается только частично в негативном фоне, то есть большими скандалами по поводу финансового сектора, сейчас, опять-таки, списка санкций, конечно, это негативно влияет на развитие страны. Как минимум, если международный инвестор думает об инвестициях во Латвии, он дважды подумает, правильное ли время на данный момент. И можно сказать, что повезло, например, с портом Менсплса, что его так быстро выняли из списка, но мы видим, что, в общем, и отрасли транзита… Не самые лучшие времена, да? Не самые лучшие времена. Полтора тысячи рабочих, которые Латвия и Зелсальш, будут освобождать от работы, уже сигнализируют, что если мы говорим об отдельных ситуациях, как маленьком кризисе, который не будет иметь большое влияние на развитие экономики, то видно, что как-то эти отдельные маленькие кризисы уже накапливаются, и мы как-то должны думать более активно о том, как выходить из этого круга. На одной чаше весов, получается, все, что вы перечислили, и с этим нельзя не согласиться. С другой стороны, нынешнее правительство позиционирует это как, назовем это, чистка государства. Мы очищаемся, мы выходим из тени на светлую сторону. Вот вторая чаша весов. А какая из них перевешивает все-таки? То есть мы очищаемся или в большей степени… Ну, сейчас понятно, мы вступаем в такой период, когда, как вы сказали, и те, кто хочет инвестировать, они понимают, что… просто читают заголовки газеты, понимают, что как-то не очень все радужно. Ну, конечно, хорошо то, что мы очищаемся. А вот очищаемся ли мы? Ну, финансовый сектор, я считаю, что уже давно надо было привести в порядок, и то, что мы отложили эту проблему, оказалось нам не в пользу, так как она стала такой большой, что закончилось и закрытием отдельного банка. И другим банкам было дано очень краткое время для реструктуризации своей деятельности. Но то, что тоже важно понять, что очисткой только не хватает, что мы должны как-то более работать над тем, чтобы государство стало более привлекательным иностранным инвестором. В этом году, в прошлом году мы видим, что, я считаю, все-таки, да, и частично из-за того, что у нас не очень стабильная ситуация, и в целом мы видим, что в отличие от наших соседей Эстонии и Литвы, то есть объем роста инвестиций все-таки падает. А что касается решения государства перенять порты, ну, с Венспелским все более понятно, с Рижским менее, как вообще вы к этому относитесь? Вот на фоне всего этого развернувшегося кризиса государство приняло решение порты перенять. Ну, это было как решение в кризисной ситуации, но я не очень одобряю этот поступок в целом, так как я понимаю, что следующий шаг, скорее всего, будет инициатива частичной приватизации порта, и правительство не открыто рассказывает о своих этих планах. Можно только понять по некоторым высказываниям отдельных министров или по плану правительства, что вот такой и настоящий план. Ну, вы как человек, простите, вы как человек, который еще недавно входил в правительство, наверное, больше понимаете вот эти вот, между строк можете прочитать, ну, то, что происходит, да, вот по этим небольшим заявлениям, что, к чему это все идет, как вам кажется? Ну, как я прогнозирую, я думаю, что в дальнейшем порты частично будут приватизированы. То есть, поэтому я и говорю, что такой политической силе, как зеленые христианы, мы должны возобновить свои силы для того, чтобы и наша репутация, и наша практическая сила была достаточна, чтобы не допускать вот такие дальнейшие шаги. Перед первым еще такой вопрос. Какое-то время назад, про партийные дела, какое-то время назад Анда Чакша покинула партию Союза зеленых и крестьян, перешла в единство, сказала, что ей ближе ценности единства, она там перечислила законность, демократия, свобода. В контексте этого называлось, ну, так предполагалось, что за Чакшей последуют и другие члены партии, называлось и ваше имя, господина Кучинскиса. Не рассматривали эту возможность? Нет, не я, не Кучинский не рассматривали такую позицию. Мы оба профессионалы в политике и понимаем, что убежать – это самый легкий путь. Мне кажется, сложнее, конечно, но лучше. И в целом для здоровой политической среды Латвии будет ситуация, если нам удастся возобновить силу зеленых христиан. А уход госпожи Чакшей вы расцениваете именно так, как побег? Частично да, так как, ну, я понимаю, что и госпожа Чакша не легко велось в последние месяцы и в наших рейдах, так как, ну, как зеленые христианы проиграли выборы, остались по позиции. И, конечно, первая реакция была искать виновного. И частично, конечно, и нашли виновных в предыдущем правительстве и внедренных реформах. У всех, конечно, которые что-то делают, бывают ошибки. И много критики было по поводу и реформы здравоохранения. И налоговой. И налоговой, да, но, ну, я думаю, что и Чакша, как менее опытный человек в политике, может быть, частично не выдержала критики, которая исходила из-за внутри политической силы. Легко как-то прожить критику внешнюю, но если уже самые коллеги не поддерживают или не всегда полностью поддерживают, это намного сложнее. Данна Резнисозлова у нас сегодня в гостях в развороте. Мы сейчас прервемся, никуда не уходите. Продолжаем развороту. Данна Резнисозлова у нас сегодня в гостях. Ну, давайте принимем звонок, наденьте наушники. Человек уже 20 минут нам звонит. Слушаем вас. Лабдин. Лабдин. Лабуа Дарбу, чемпионы. Дальше буду по-русски говорить. Вы сказали, что вы работали, эти ваши слова, в интересах государства. Ну, тогда мне к вам два вопроса. Во-первых, один. И когда вы были эконом-министром, потом министром, финансовым. У нас был такой лепой металл, если кто помнит еще. И так же помните, да? Ну, как же так получилось, что в это лепой металлурги мы-то вложили, я не знаю, 70, 30, 40 миллионов. Это наши миллионы так быстро идут вперед и назад. И как же так получилось? Эти доменные печи там работают. И вы не смогли найти настоящего инвестора. Нашли какого-то украинца, который все это отпустил на лет. Второй вопрос. Не буду грубаться. Второй вопрос. Вы власти, земляки, находитесь, я не знаю, с какого года, с 91-го. И вы все эти годы грабите народ насчет ОИК. И почему же за все эти годы вы ничего не сделали, чтобы этот грабеж кончился? Пожалуйста, отвечайте. Спасибо вам за вопрос. По поводу Лепа и Сметаллургс, я тоже согласна, что выбор инвестора был не очень удачным, но это сделало предыдущее правительство. То есть я когда стала министром экономики, выбор уже был сделан и то, что было в моих силах, как-то все-таки помочь и с сокращением цены на электричество и другими легальными инструментами, помочь компании выжить, но это не удалось из-за того, что инвестор принял решение закрыть. С СЗК в правительстве было ведь коалиции, если я ничего не путаю? Или про какое правительство мы сейчас говорим? Про правительство Домбровскиса, да. СЗК был в коалиции, кажется, да? Ну основные решения принимались Министерством финансов и экономики. Ну вы как оцениваете действительно вложения? В принципе мы даже были в оппозиции в то время, когда Домбровский был премьером. Вложение очень-очень крупных денег в спасение лепайского металлурга, который не был спасен в итоге? Ну я думаю, что правительство ошиблось с выбором инвесторов. Я не знаю, какие были аргументы при выборе этих инвесторов, но конечно я понимаю, что и самоуправление, и правительство в целом надеялось на то, что при находке инвесторов все-таки будут сохранены рабочие места. И в принципе в самом начале украинский инвестор показывал, что у них серьезные намерения по вознаграждению производства. Они даже открыли одну часть производства, но потом уже как-то стали просить невыполнимые обещания со стороны государства. И примечаю, что были даны обещания предыдущими правительствами. Поэтому согласна с госпожой, что неудачный выбор, но я, к сожалению, не была в правительстве в то время и не могла... Ну вот компонент тут уже на предыдущее правительство, наверное, не сможете ничего сказать. ОИК было внедрено Каренщем, когда он был министром экономики. Это тоже надо вспомнить. Но что я сделала, пока была министром экономики? Каренщем, простите. Каренщем, да. Каренщем. Но когда я была министром экономики, конечно, это одна из больших проблем, которые надо было решаться. И то, что мы сделали, мы часть дохода с Латвэнерго направили на компенсацию ОИК. Потому что ОИК делается не только зеленой энергией части, оно образуется с платежа Латвэнерго, ТЭЦ. Поэтому мне кажется логично, что и часть дохода, примерно 40 миллионов, все-таки ставим обратно в кошельки наших налогоплательщиков. Другое, мы разработали и систему ограничения дохода тех компаний, которые получают помощь. За это время успели получить все эти деньги. Раньше было так, что независимо от того, насколько большая прибыль компании, они могли получить еще дополнительную помощь финансовую со стороны государства, что неправильно. Это тоже сделали. И сократили и установленный капитал, уставленный капитал Латвэнерго для того, чтобы ОИК не рос. И во время трех лет, начиная с Павлица и потом во время моего министерства, мы аннулировали несколько сотен лицензий, которые иначе бы имели влияние на дальнейший рост ОИК. С тем, что, как назвала наша радиослушница, это грабежом, вы согласны с этой оценкой? Я согласна, что вся система поддержки была сделана не в интересах общества, не в интересах такого честного развития зеленой энергии, но разделены разные эти лицензии и лицензии политические и просто поднимая цену электричества. В названии вашего союза, вашей партии, есть слово «зеленые». Вот у меня тоже в этом плане вопрос. Сейчас очень много, если даже о глобальных, общемировых тенденциях говорить, зеленые вопросы вышли на первый план. Вопросы экологии, начиная от каких-то более бытовых, деревьев и Греты Тумберг, и заканчивая чем-то более таким уже экономически-политическим, выбросы СО2, зеленая энергия, как вы сами сказали. Где в этом смысле деятельность вашей партии заключается? В чем ваш голос на уровне парламента? Потому что, как кажется, партия зеленых, она очень мало говорит о зеленом. Я согласна, но я думаю, что может быть как-то до сих пор зеленая партия имела немножко такую дискомфортную ситуацию бывшей частью объединения зеленых христиан. Потому что казалось, что это противоположные ситуации. Да, это тоже все указывали. У вас интересный союз такой. Но с другой стороны, мы же тоже понимаем, что если мы хотим работать в долгосрочном периоде, и сельское хозяйство становится более зеленым и более думает о том, как инвестировать в развитие технологий, и ущерба природе было меньше. Но я согласна, что свою позицию зеленая партия немножко потеряла. Но то, что меня радует, что коллеги очень активно работают над будущим планом, и я уверена, будут приходить с новыми инициативами. Но на сегодняшний день все вопросы, касающиеся даже хотя бы деревьев, вот сейчас разворачивается история с намерением службы госбезопасности построить себе здание около ЛМТ, знаете, на Тейке, где велотрек Марс раньше был. К таким вопросам вы сами как относитесь? На чьей стороне вы? По поводу этого здания или по поводу зеленых вопросов? Вырубка деревьев ради строительства здания, например. Я считаю, что есть и другие места, и другие более серьезные инициативы. Например, правительство сейчас приняло решение, которое позволит рубить деревья меньшего диаметра. Вот это серьезный ущерб окружающей среде. Ну, например, во время нашего правительства такая инициатива исходила со стороны Министерства сельского хозяйства, но после консультации с нашей зеленой партией мы все-таки не продолжали с этой инициативой. По поводу здания у Тейки, ну, я вижу это как все-таки какую-то часть предвыборной кампании рыжских выборов, потому что я, когда еще была министром финансов, я тоже встречалась со своей стороны с авторами инициативы. И я уже тогда им объяснила, что в этом месте планируется инфраструктура национальной... Службы госбезопасности. Нет, национального значения. Да. И что там уже инвестированы большие публичные средства, и что, в принципе, правительство уже приняло решение. Потом эта инициатива утихла, а сейчас, когда мы видим, что... Да, но пиар, вы имеете в виду для кого? Для Рижской думы? Ну, просто пиар в предвыборные, в пользу кого? Как вам кажется? Ну, как мне кажется, но есть определенные и политические силы, например, АТИС и БАПАР, которые, наверное, и радуются, что есть такие инициативы, и как бы можно бороться за интересы жителей. Мне казалось, что там интересы деревьев отстаивают независимые так называемые организации. Вы думаете, что они не настолько независимы, да? Да, думаю, что не настолько независимы. О, интересно. Надеюсь, что независимы, но просто я знаю, что и у нас был разговор, мне кажется, оба стороны поняли ситуацию, и почему-то вдруг через несколько лет опять-таки вопрос вознадавился. Интересно. Если говорить о выборах в Сейму в 2018 году, которые состоялись, они такие достаточно были, но они изменили карту нашу политическую, вы проиграла ваша партия, вы в оппозиции оказались. И тогда казалось, что к власти пришли очень молодые политики, вот партия КПВЛВ, для развития ЗАТО же. Сейчас, по прошествии двух лет, с КПВЛВ вообще все как-то очень грустно. Вот как вам в этом плане кажется? Вас тоже, я позволю себе назвать, достаточно молодым политиком, ну, на уровне именно политики. Как вам кажется, вот удачно это была, революция молодых прошла тогда? Что мы сейчас можем сказать? Революция, конечно, прошла удачно. Те, которые были при власти, проиграли выборы, а новые силы выиграли. Насколько долгострочно это, мы уже видим, что, конечно, то, что новые силы пришли с большими хорошими обещаниями, но все-таки не придерживаются к обещаниям и приводят к тому, что поддержка избирателей падает, внутренние несогласия растут, и стабильность политических сил, то есть, тоже рушается. Ну, в этом и, наверное, заключается то, что в том, что не придерживается к своими обещаниями, то, что во время ситуации, когда у нас самый большой бюджет в истории страны, и доходы растут, и недовольствие людей растет. То есть, я не помню в течение последних несколько лет, когда у парламента были 2000 людей, то есть, собранные в разных демонстрациях. Это акция врачей, вы имеете в виду? Да, да, да. И это понятно, потому что, ну, если ты не исполняешь обещания, то в какой-то момент час истины придет. Как вам кажется, вот в контексте той же акции врачей и всего этого большого дела, связанного с финансированием, с ростом зарплат врачей, могло бы правительство найти деньги? Ну, вы сейчас в оппозиции, вам как-то, наверное, проще с оппозиционной стороны, конечно, критически говорить о правительстве, но тем не менее, был шанс эту проблему решить мирным путем? Ну, конечно, если бы все пять партий все-таки приняли решение, что здравоохранение будет приоритетом, легко было найти финансирование. Проблема в том, что коалицию создают пять партий, и каждый хочет себе что-то выбить. И при таких условиях, конечно, ни Министерство финансов, ни премьер-министр не может всех удовлетворить и еще решить какую-то большую проблему. Но мы и во время рассмотра бюджета предложили несколько инициатив, которых внедряя, могли найти финансирование для врачей. Например, вот разные инициативы по сокращению теневой экономики. Это тоже странно, что это правительство пришло с такими большими лозунгами, будем бороться с коррупцией и с теневой экономикой. Но, например, в этом бюджете всего 5 миллионов евро показали, как возможны доходы с борьбы с теневой экономикой. Но наше правительство, для того чтобы сравнить, просто внедряло мероприятия, которые принесли примерно 10 раз больше дохода бюджету. Еще по вопросу распуска Рижской думы. Я так понимаю, что вы поддерживаете распуск. Вы можете это, конечно, прокомментировать. Мне еще интересно этот момент, когда в конце года Сейм голосовал по вопросу распуска и по вопросу вот этого 5 или 4 лет, вы помните, да? И тогда там тоже какая-то мистика происходила, когда комиссия Сейма по госуправлению не поддержала вопрос о том, что переизбранная Рижская дума будет работать больше. Ну, чтобы не было вот этого скорых выборов. И тогда, и казалось бы, что и Роспуск Рижской думы комиссия может не поддержать. И тогда этот вопрос был быстро передан в бюджетно-финансовую комиссию, которой вы, собственно, секретарем являетесь и работаете. В которой более стабильная позиция у позиции, у коалиции. Вот этот вопрос, как это вообще произошло? То есть нет ли здесь просто какой-то цинизма со стороны членов парламента? Ну, не только в этом мы видим цинизм, но и в других вопросах, например, как сейчас рассматривается региональная реформа в парламенте. То есть даже если самоуправление и приглашение к их мнению не прислушивается, просто как булдозер ездит вперед. И то же самое мы могли наблюдать при рассмотре бюджета. То есть как раз перед тем, как надо было рассматривать вопросы о зарплатах учителям, и мы же знаем, что даже на данный момент учителя не знают, будет у них больше зарплаты осенью или нет. По вопросу финансирования здравоохранения коалиция сократила время дебатов в парламенте на минуту. То есть, в принципе, закрывая рот оппозиции. Ваша партия тогда встала и вышла, если не ошибаюсь. Ну, конечно, потому что уже смысла нет. Мы серьезно готовились, все время говорили и комментировали свои предложения. Оппозиция даже не постаралась объяснить свое мнение, почему они не поддерживают одну или другую инициативу, которая, например, могла бы обеспечить финансирование для повышения зарплаты врачей. Но вы при этом Роспуску Рижской Думы все-таки в этом вопросе вы солидарны с вашими оппонентами из Калиции. Да, конечно, мы солидарны по поводу Роспуска Рижской Думы, но что мы не поддерживаем эта форма, как это делается, в принципе, я бы сказала, нелегально. нарисую отдельный закон из-за того, что Рижская Дума как бы не соблюдала регулирование по мусору. Но тогда, конечно, и вопрос заключается в том, Пауце Юрис был и некоторое время членом Рижской Думы, он и руководил фракцией, и с его стороны не было, как я знаю, ни одной инициативы по поводу или улучшения регуляции или практических действий по организации мусора. То есть, когда он стал министром, вдруг... Сразу появилась проблема, и он понял, что самоуправление не придерживалось к закону. Какой вывод можем сделать из этого? Ну, это чистый политический интерес взять власть в Риге. То же самое, я считаю, что мы видим как основную мотивацию внедрение административно-территориальной реформы. Это не делается в интересах жителей, а просто для того, чтобы пределить власть в регионах. Если это вот очень политически мотивированная вопрос, да, Роспуск Рижской Думы, почему вы поддерживаете? У вас какие причины? Ну, то, что Рижская Дума работает не как хороший хозяин, но Рига с Сатексом один только из примеров, это видно, и изменения должны быть, но все изменения должны быть в юридической корректной форме, для того, чтобы не дать возможность потом и распустить все остальные самоуправления, которые вот коалиции не понравятся. Налоговая реформа, конечно, тема, я не знаю, она будет преследовать вас еще долго и долгие годы, я надеюсь, что она не останется главной темой, которая будет ассоциироваться с вашим именем и с вашей работой. Почему нет? Я согласна. А, ну хорошо, ну просто тут два вопроса хотел рассмотреть, которые вот меня интересуют, у нас уже не так много времени остается. Во-первых, налоговую реформу критикует нынешнее правительство. Здесь особого удивления нет, у нас вообще так принято, что новое правительство всегда прокритикует предыдущее и, как правило, перекладывает ответственность на предыдущее. Ну вы, я не хочу вас там в этом, может быть, обвинять, но вы даже сегодня тоже очень много говорили о том, что это было не в мое правительство, это было в предыдущее. Почему у нас такая традиция? У нас вообще преемственность есть, у нас же правительство и Сейм, это не очень, ну достаточно небольшое количество людей, они работают вместе. Как только власть передается, все говорят, что наши предшественники все делали не так. Как вам кажется? Да пока у нового правительства нет своих хороших идей, которые можно внедрять и удивить общество, конечно, легче искать проблемы в предыдущих. И по поводу налоговой реформы, конечно, есть дефекты, то есть я, как уже говорила, что если никто, если ты не делаешь, ты не ошибаешься, если ты делаешь и внедряешь большие проекты, будут и ошибки, и, к сожалению, в этом случае это не исключение. Но я бы ожидала, что новое правительство не только критиковало, но и нашло силу, время, мотивацию исправлять те ошибки, которые должны были быть исправлены, и которые я бы со своей стороны даже хотела бы исправить, например, сделать легче, проще администрацию подоходного налога, что я вижу одним из серьезных дефектов, налоговой реформы. С другой стороны, мы видим, что и нынешнее правительство через год уже само начинает говорить, что нет, в принципе, реформа не такая уж плохая, все-таки, например, подоходный налог на предпринимательство, хорошая система, ничего не будем менять, хотя с самого начала это был один из аргументов, что все плохо и будем все менять. Но то, что меня больше волнует, что опять-таки новое правительство не придерживается к своим обещаниям. Они же выиграли выборы, обещая 500 евро минимальную зарплату, 500 евро необлагаемый минимум, 200 евро минимальную пенсию, но с чего они начинают? Не с сокращения неравенства, начало новое правительство начало новое правительство с сокращением налога солидарности, начало с сокращением акцизного налога на алкоголь. Но там еще эстонский вопрос повлиял. Но все равно это один из первых задач. Не отменила налог на единственное жилье, которое тоже было обещано, но сейчас говорят о том, что будем уничтожать режим микропредприятий, мол, это нечестный бизнес пользуется этим режимом, к чему я совсем не согласна. В то же самое время вот дигитальный налог не хотят внедрить, который был бы внедрен по поводу бизнеса больших мультинациональных компаний. Ну вот вы, да, участвовали, мы уже в перерыве говорили в фестивале лампов про жарки летом, и вам не нужно говорить, что вас в кавычках очень любят спортсмены в том числе, которые вот этот вопрос пожертвований очень сильно был усложнен, и клубы спортивные, которые и так не то чтобы процветают, многие лишились возможности как-то финансироваться, и представители детской больницы, по-моему, фонд детской больницы госпожа Дамбиня тоже рассказывала, что пожертвования очень сильно урезались, там чуть ли не на половину. Вот с этим моментом вы как-то могли предусмотреть, что так выйдет, и что вы можете вообще сказать этим людям сейчас? Конечно, то, что будут большие изменения в этой сфере, это можно было предусмотреть, так как если мы меняем полностью систему подоходного налога, мотивируя реже вынимать прибыль и при этом платить налоги, а инвестировать в развитие компании, то можно было понять, что дважды подумает компания перед тем, как все-таки делать пожертвования, если особенно пожертвования не было делано для того, чтобы всерьез развивать хорошее дело, а для того, что просто какая у меня разница платить государству или какой-то организации. Частично это было так, что большинство же не таких случаев все-таки было, разве это была такая тенденция? Но разницы не было, ты платишь государству или жертвуешь организацией, то есть разницы не было, это переделешь государственных денег, поэтому и при введении налоговой реформы, я в тот момент уже говорила, что финансирование со стороны государства спорту и помощи негосударственных организаций должно резко повыситься, потому что если сокращаются частные пожертвования, то государство со своей стороны уже должно брать больше на свои плечи. Но этого никак не произошло практически ни в коем мере. Немножко по поводу негосударственных организаций все-таки произошло, то есть наполовину увеличилось финансирование, но все-таки недостаточно особенно при особенной поддержке нечастного сектора в регионах. А спорт не очень получил, то есть не увидел рост финансирования со стороны государства, это неправильно. Просто вы ведь сами связаны со спортом, с шахматами, этот вопрос как-то, может быть, в этом порядке могли продвинуть. со стороны оппозиции сложно продвинуть, и это должно быть желанием нынешнего государства, то есть нынешнего проявления их приоритетов. Спасибо большое, время у нас подошло к концу, данная разница была у нас сегодня в гостях, спасибо вам еще раз. Всего доброго. До свидания. До свидания.